В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Слышать каждого, работать для всех. Николай Любимов выступил с посланием к жителям области. Что важного озвучил глава региона. Рязань, закованная в ледяной плен. Как долго тротуары останутся опасными для здоровья. Помощь неизлечимо больным. В поликлинике Рязанской АКБ открыли кабинет палеотивной медицины. Их творчество видно из космоса. Для кого рисуют на снегу рязанские энтузиасты. Слышать каждого, работать для всех. Под таким девизом губернатор региона выступил с посланием к жителям области. Мероприятие такого формата для Рязани новинка. В зале филармонии собрались депутаты, представители власти и бизнес-сообщества. Слышать каждого, работать для всех. Под таким девизом губернатор региона выступил с посланием к жителям области. Мероприятие такого формата для Рязани – новинка. Послание любимого, по сути, уже сегодня позволяет заглянуть в будущее. Оно повествует о том, как Рязанская область будет развиваться в 2018 году. Одна из первых задач – регион должен довести инвестиции до 100 миллиардов в год. Уже заключено соглашение на более чем 50 миллиардов рублей. Глава региона анонсировал в ближайшее время подписание еще 8 на 40 миллиардов. Для людей важно, что с их реализацией в регионе должно появиться не менее 5 тысяч новых рабочих высокотехнологичных мест. Любимов назвал улучшение инвестиционного климата среди главных проектов, который будет курировать лично. Задача – войти в топ-20 лучших регионов по инвестиционной привлекательности. На личном контроле глава региона будет держать и создание в области цифровой экономики. С этого года на базе бывшего училища связи мы начнем создавать Рязанский инновационный научно-технологический центр. Он объединит потенциал ведущих вузов и предприятий. Его основной задачей станет создание условий для развития IT-технологий. Компании и разработчики получат доступ к инфраструктуре для реализации и последующего внедрения новых правил. Понятие, которое для региона – новое. 2018 год Любимов объявил годом бережливого производства. Это позволит совершенствовать механизмы управления, оптимизировать рабочие процессы, снизить затраты. У нас уже есть первые результаты. В частности, в медицинских учреждениях сокращается период ожидания пациентов. Что касается остальных отраслей, то в сфере дорожного строительства в этом году планируется вокруг Рязани построить транспортное кольцо для пропуска транзитных автомобилей. В сфере АПК проведут инвентаризацию пустующих земель сельхозназначения. По сравнению с прошлым годом на развитие здравоохранения в регион направят на четверть больше средств. Они пойдут на приобретение оборудования для онкологического диспансера и проведение ремонта в областной клинической больнице. На особым контроле продолжает оставаться и вопрос об обманутых дольщиках. Речь главы региона длилась более получаса и коснулась всех сфер жизни современного общества. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В ледяном плену оказались на этой неделе жители областного центра. Ему виной стали дожди, которые прошли еще в прошлые выходные, из-за которыми сразу наступили морозы. Проезжая часть города покрылась ледяной коркой, а бульвары стали настоящим испытанием для пешеходов. Причем расслабиться не получится. В ближайшие дни лед не растает. Зимой вспомнить детство очень просто. Достаточно выбрать ровный участок дороги, разбежаться и прокатиться по нему. Но есть одна проблема. Это пешеходная дорожка. Но люди стараются скорее обходить все стороной. Передвигаться по дороге сложно. Лед как на катке. Особенно тяжело пенсионерам. Однако находчивые люди придумывают свои средства для передвижения. Тем не менее, мороз без солнца многим рязанцам понравился. Нормально. Идти можно? Ну, уже нельзя. Нормально. Зима пришла. Хорошо. Да нормальная погода, хорошая. Скользко. Вот скользко, что это не чистая улица совершенно. А так погода прекрасная. Не холодно, но очень скользко. По прогнозам синоптиков, температура в городе будет меняться также волнообразно. В выходные дни у нас также не обойдется без небольшого снега. Местами по области температура воздуха немного повысится. Ночь у нас состоит по области минус 6, минус 11 градусов. Днем минус 2, минус 7. В ожидании февральских морозов специалисты рекомендуют людям теплее одеваться и быть аккуратнее на дорогах. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Парализованным на этой неделе оказалось движение по городу в районе Гороща. Причина – авария канализации, которая произошла на участке улицы Татарской. По информации местных жителей, в течение трех дней с пробоины в дороге текла вода. Полностью затопленным оказался двор, примыкающий к улице. Чтобы добраться до аварийных труб, сотрудники водоканала сняли асфальтовое покрытие. Работы ввели в круглосуточном режиме. Участок ликвидации последствий разрушения и замены канализационных труб составил 50 метров. Открыть движение по улице пообещали в пятницу днем, но из-за необходимости замены участка газопровода ограничения движения по Татарской продлили до вечера субботы. Необъективные результаты школ будут предметом особого внимания со стороны проверяющих органов. К такому выводу пришли представители образовательной сферы страны в четверг на Всероссийском совещании по вопросам качества образования. Встреча проходила в Рязани. В совещании на протяжении двух дней принимали участие министры образования регионов страны, представители контрольно-надзорных органов и организации, ведущих оценочную деятельность, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Ведь школа оказывается первая перед новыми вызовами времени, и она первая чувствует, что происходит сегодня. Ведь детское население очень чувствительное касаемо проблем. Поэтому я считаю, что нам нужно максимально усилить внимание к тем результатам проверочных предприятий, которые проводят теле. Выступающие отметили, что основной тенденцией в контрольно-надзорной деятельности будет рискоориентированный подход. Предпочтение отдадут внеплановым проверкам школ и образовательных учреждений. Одна из причин такого внимания – в ряде субъектов до сих пор работают образовательные организации без лицензии. Свой профессиональный праздник на неделе отметило научное сообщество. 8 февраля в 1724 году по распоряжению Петра I была основана Академия наук. Почти за три века российская наука открыла миру множество великих имен и достижений. Рязани тоже есть чем гордиться. Современных молодых ученых поздравил глава региона Николай Любимов. Премию губернатора «Молодой ученый года» вручают с 2015 года. Ее ежегодно получают 18 человек. Претендентами на присуждение премии в этом году стали более 80 ученых, представители шести вузов и трех предприятий города. Среди них инженеры, географы, медики, аграрии, машиностроители и специалисты в области права и юриспруденции. Некоторые разработки уже внедряются на рязанских предприятиях. Например, результат научной работы Кристины Переверзевой сейчас на стадии внедрения в лечебный процесс кардиологического диспансера. То есть в трех поликлиниках Рязанской области случайным образом были отобраны пациенты, которые обращались к врачу в 2012-2013 годах со сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, соответственно, мы смотрели то, как эти пациенты обследуются, как они лечатся, какие результаты такого лечения. Посмотрели, что можно сделать лучше и создали письмо, которое, в общем-то, и направлено на то, чтобы сделать лучше. Среди награжденных сегодня профессор кафедры вычислительной и прикладной математики Рязанского радиоуниверситета Геннадий Овечкин. Он занимается наукой уже 14 лет. Награду сегодня получил за разработку методов декодирования помехоустойчивых кодов, если говорить проще, за систему исправления ошибок при передаче больших цифровых данных. При организации любой системы передачи данных, при передаче данных по каналам с шумами возникают ошибки. А в ряде случаев эти ошибки недопустимы. Например, передаем банковские счета, денежки, данные исказились, и возникает проблема, крах. И в этом случае, для того, чтобы данные ошибочки исправить, необходимы методы помехоустойчивого кодирования. Разработки рязанских ученых работают и на сельское хозяйство. Вероника Чурилова с единомышленниками разработала экологически безопасный нано-биопрепарат для обработки будущего урожая. О том, как новые технологии будут использоваться и применяться, эти молодые люди думают заранее и считают, что разработки не должны оставаться в докладах и просто обязаны находить применение в реальной жизни. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В поликлинике Рязанской АКБ открыли кабинет палеотивной медицины. Главная цель палеотивной помощи – улучшить качество жизни и облегчить тяжелое состояние пациента. В кабинете медики будут работать с неизлечимо больными пациентами и назначать необходимые обезболивающие и другие лекарства. В день врачи планируют принимать до 25 человек. К тем, кто по состоянию здоровья не сможет самостоятельно добраться до поликлиники, будут выезжать врачи мобильной бригады. Те пациенты тяжелые, которые по каким-то причинам, ну, ясно по каким причинам, не могут посетить этот кабинет, будут посещаться докторами на дому и выполняться все эти незначения, которые им необходимы. Ну, прежде всего, это, конечно, обезболивающие средства и помощь средствам ухода. Помочь другому спасти жизнь. С такой мыслью идут на сдачу крови большинство доноров. Одна из самых больших групп доноров – студенты учебных заведений Рязани. Желающих помочь немало. Сейчас в области около 6,5 тысяч активных доноров. Одни приходят ради материального вознаграждения. Сегодня это 5% от прожиточного минимума. Другие – за дополнительными днями к отпуску. Но большинство – помочь нуждающимся. По словам работников областной станции переливания крови, в последнее время все чаще доноры к ним приходят организованными группами. Это могут быть коллективы различных предприятий или же, как сегодня, студенты. Около 40 человек, учащихся строительного колледжа, совершенно осознанно решили сдать кровь. Правда, мотивация у всех была разной. До заветного звания парню еще очень далеко. А вот Маргарита, руководствуясь примером отца, который является почетным донором, вот уже на протяжении года сдает кровь регулярно. В этот раз она предложила своим сокурсникам составить ей компанию. Было очень приятно, когда мы повесили объявление, и один за одним ребята писали, приходили, подходили ко мне. И было очень здорово осознавать то, что молодежь неравнодушна к проблемам общества и в любой момент готова прийти на помощь. Студенты строительного колледжа хотели бы стать примером для подражания. Ведь таким образом они не только помогают людям, но и пропагандируют здоровый образ жизни. Ведь только действительно здоровый человек может стать донором. Для того, чтобы стать донором, конечно, нужно иметь хорошее здоровье. Это раз. Это в первую очередь инфекционные заболевания, которые передаются через кровь. Контакты или в семье кто-то болел желтухами. То есть это гепатита А, В, С. Также кровь не берут у тех, кто весит менее 50 килограммов. Ведь средняя физиологическая доза крови, которую сдают доноры, 450 миллилитров. За год женщины могут сдать донорскую кровь 4 раза, мужчины – 5. Сделать это можно в любой день, кроме выходных, с 8 утра до часу дня. Запретить торговым сетям отдавать закупленный сверх меры хлеб обратно производителям. С таким предложением выступили депутаты Госдумы. Роспотребнадзор уже поддержал данную инициативу. А вот как к этому отнесутся производители хлеба, попытался выяснить Валерий Седов. Как говорят специалисты, считать автором законопроекта о запрете на возврат просроченной продукции производителям именно Ирину Яровую – это большая ошибка. Инициатором стал Союз хлебопеков России. Ведь в первую очередь законопроект положительно скажется на их производстве. Я считаю, что закон очень правильный. И для хлебопекарных предприятий это большая помощь будет и поддержка. Потому что не секрет, что рентабельность хлебопекарных предприятий по России не выше 3%. А у униципальных, у социально ориентированных заводов она вообще не превышает 1%. По словам Андрея Стрижевского, на возврат просроченной продукции тратится много времени и денежных средств. Во-первых, это работа специалистов, которые признают хлебобулочные изделия просроченными. Упаковка, сортировка и доставка производителю – все затраты ложатся на плечи хлебозавода, а не торговой сети. К тому же неизвестно, как в магазинах хранился сам хлеб. Чаще всего продукт покрывается плесенью, и его приходится утилизировать. Если же состояние у него хорошее, то изделие можно переработать. Мы перерабатываем этот хлеб в панировочные сухари или гренки. Это в том случае, если хлеб вернулся в нормальном виде, и в нем нет никаких включений в виде изюма. Посыпок типа льна или кунжута, который в переработку не идет. И при условии, что наши разбраковщики этот хлеб приняли нормальным. То есть в нем нет плесени или внешний вид должен быть соответствующий. Основной вопрос, который сейчас активно обсуждается – это повышение цен на хлебобулочные изделия. Раз торговым сетям придется утилизировать просроченную продукцию самим, то возрастут и затраты. Однако Андрей Стрижевский поспешил всех успокоить. Мы не будем повышать цены, так как хлеб является социально значимым продуктом. Очень социально значимым. И поэтому мы стараемся всеми силами сдержать именно этот рост цен. В любом случае это будет зависеть от решения продавцов, от решения федеральных сетей. За то, какое решение они примут, мы отвечать не можем. Я не вижу предпосудок для поднятия цен. Так как отсутствие возвратов – это просто-напросто более глубокая аналитическая работа именно закупщиков. Хлеба надо закупать столько, сколько его нужно. А выкладки по тому, сколько хлеба продается в какой из дней недели, у них есть. Правда, может получиться так, что торговые сети потребуют снизить закупочную стоимость хлебобулочных изделий. По словам специалистов, с этим условием согласятся многие производители продукции. Поэтому за качество и цены на хлеб волноваться не стоит. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Еще один повод перестать кататься на снегоходах без регистрации и водительского удостоверения. В Рязани стартовала профилактическая операция «Снегоход». Ее организовывает управление Гостехнадзора. В настоящее время в регионе зарегистрировано более 1300 снегоходов. В среду рязанские журналисты отправились в очередной рейд вместе с инспекторами Гостехнадзора в село Шумыш и поселок Варске. В основном нарушения какие? Значит, не зарегистрированы в установленном порядке снегоходы, не имеющие водителей удостоверения, тракториста-машиниста категории А1. Значит, без техосмотра техника управляется. Вот эти нарушения мы учитываем при осуществлении рейдовых мероприятий и пресекаем. В течение полутора часов инспекторы задержали нарушителя, у которого не оказалось при себе водительского удостоверения. Он рассказал, что выехал просто прогреть двигатель. Ну так получилось, прокатиться хотел, попробовать, как он видит. Я только купил его, ну так получилось. Любителям прокатиться на снегоходе стоит помнить, что при отсутствии техосмотра штраф составит 300 рублей. За незарегистрированный аппарат гражданина штрафуют на сумму от полутора тысяч рублей. А если за рулем снегохода задержат пьяного, то ему грозит лишение прав на срок от трех до шести месяцев. Стоит учитывать и тот факт, что снегоходы – это серьезный и опасный вид транспорта. Не так давно был зафиксирован случай в Рыбновском районе, когда девушка предварительно нами была оштрафована и отстранена от управления мотовездеходом. Тем не менее, продолжили движение после составления на них в отношениях административного протокола и получили серьезные травмы тазобедренного сустава. Поэтому статистика неутешительная и очень часто переломы позвоночника – это весьма распространенные травмы для управляющих этой техникой. Операция «Снегоход» продлится до 26 февраля. В течение месяца инспекторы проверят наличие допуска к управлению внедорожными транспортными средствами, порядок эксплуатации и соблюдения требований охраны окружающей среды владельцами снегоходов в городах и районах. Актуальным остается вопрос о бездомных животных в городе. Эти собаки ничем не хуже других, только судьба у них более драматична. На одной из рязанских передержек побывала наша съемочная группа. Бездомные животные – сфера ответственности человека. Елена Пуляева – волонтер одного из рязанских приютов-передержек. Знает об этом не понаслышке. В их приюте более 20 собак и у каждой своя история, но объединяет одно – попадают в приют животные далеко не от большой любви. Это Альба. Мы нашли ее не так давно на площади Ленина в нашем городе. Она скиталась по проезжей части, собственно, приставала ко всем людям, не знала, куда ей деться. И выглядела очень-очень жалко, и она была еще сильно истощена. То есть сейчас она в такой достаточно хорошей форме, у нее появился жирок, потому что мы ее стабильно кормим и заботимся о ней. Но то, чем она была, когда мы ее нашли, это очень сложно описать. Просто кожа, кости и вот этот мех. Альба очень послушная, она явно домашняя собака. Она знает команды, она приучена ходить на поводке, хорошо гуляет и ищет своего хозяина. Тут еще раз убеждаешься, не у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки должен быть свой дом. Они не злые, они несчастные, но, несмотря на это, готовы дарить любовь людям. Лана, наверное, одна из самых эмоциональных собак. Она умеет показывать свою любовь, она прижимается настолько плотно к человеку, что отойти, наверное, даже невозможно потом. Придется так и сидеть. Оказавшись в передержке впервые, сначала пугаешься. Первая реакция собак на чужого человека – громкий лайф. Но буквально через несколько минут невольно вспоминаешь поговорку, что собака – это лучший друг человека. Это Зорька. Хочу вас с ней познакомить для того, чтобы все поняли, что у нас собаки не только большого размера, но и вот такие компактные, которых можно даже взять на руки и брать с собой в путешествие, возможно, в какие-то поездки. Зорьке будет очень комфортно в квартире, потому что у нее небольшой размер. И мы бы, конечно, хотели найти ей хозяина поскорее, потому что она маленькая, ей холодно в такие морозы. Помочь этим животным даже проще, чем может показаться. Это не только покупка корма и материальная помощь, а самое обычное внимание. Собаки в передержках нуждаются в волонтерах. Мало их нужно больше, потому что нужно с собаками гулять и социализировать их. Когда мы приезжаем кормить, убирать, мы тратим на достаточно много времени, и не всегда мы успеваем полноценно пообщаться с ними. И уж тем более выгулять 20 собак за раз двум людям невозможно. Поэтому мы будем рады, если будут приезжать люди хотя бы просто на прогулку. Активисты передержки для бездомных животных спасают своих питомцев от верной гибели. Лечат, делают прививки и помогают им найти новый дом. И дело в простом. Нет тех, кто не стоит любви. И подарить это счастье может любой. Возможности на каждом шагу. Нужно только уметь их видеть. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Два года назад рязанские энтузиасты нарисовали на снегу портрет Юрия Гагарина. Арт-проект был приурочен ко дню космонавтики. С тех пор появилось еще несколько изображений, увидеть которые целиком можно с помощью квадрокоптера или из космоса. Такие рисунки – явление для России уникальное. Валерий Седов побеседовал с одним из участников. Идея нарисовать портрет Юрия Гагарина у Алексея Бусарова родилась внезапно. Хотелось поздравить друзей, вот только сделать это необычно. Даже написать на снегу стандартные слова поздравления казалось банальностью. Но стоило друзьям-геодезистам собраться вместе, как идея появилась сама. Большой портрет Юрия Гагарина. И началась подготовка. Вначале требовалось найти эскиз, потом перевести его в географические координаты. С помощью спутникового оборудования были намечены опорные точки и линии. И уже после этого началась рутинная работа по, так сказать, рисованию на снегу. Попытку сотворить портрет можно смело назвать через тернии к звездам. Получился рисунок не с первого раза. Опыта у людей не было, да и посоветоваться было не с кем. Как оказалось, на первоначально выбранном месте снега было мало. Когда подоспели люди с квадрокоптером, он уже потаял, и портрет было тяжело различить. Второй раз мы вышли на поле, уже на озеро. Был такой сильный ветер, что следы наши буквально за нами заметались, и изображений просто опять-таки не получилось. И вот в третий раз мы на велье рисовали, была пасмурная погода. Картинка нас тоже не устроила, была вялая такая, не очень внятная. Ну и вот в четвертый раз мы только вот получились у нас достаточно хорошая погода, солнечная, маловетренная. Квадрокоптер поднялся высоко, получилась очень красивая картинка. После первого портрета космическую тему решили сохранить. Следующим рисунком стал космонавт Алексей Леонов. И геодезисты решили усложнить себе задачу. С нами связались ребята, которые сказали, у нас есть связь с ребятами СМКС, давайте сфотографируем вашу картинку из космоса. Ну, по ряду технических условий СМКС не получилось сфотографировать, но Роскосмос нам помог, и они с одного из спутников сделали фотографию наших следов на снегу. В принципе, картинка получилась адекватной и понятной. Рисовать портреты регулярно не получалось. Это простое хобби, которым занимаются, когда есть время. Алексей говорит, что не ожидал появления такого ажиотажа после обычных, по его словам, портретов. Через какое-то время с ними связались фанаты певицы Земфиры и попросили помочь поздравить ее с днем рождения. Алексей рассказал, что мероприятие было очень интересным. Портрет рисовали летом на футбольном поле, а красками стали люди с зонтиками. Нам просто нравится наша работа, и поэтому мы хотим отобразить все грани вот этой работы. Не просто то, что требует снипы, нормативы, заказчик техзадания, но что-то вот такое вот для себя, для души. Название для своего творчества компания друзей выбрала не сразу. Предлагалась и спутниковый рисунок, и компьютерная живопись. Но остановились на самом лучшем – спутниковая графика. И названия, и творения стали уникальными в своем роде. Алексей рассказал, что у них есть несколько идей для будущих рисунков, но раскрывать всех тайн он не стал. Поэтому остается только ждать, когда мы вновь увидим необычные космические творения под названием «Спутниковая графика». Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем отличных выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно с Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Рязанским ипотечным фондом.